Протесты в Узбекистане. Какие аналоги Россия предоставит взамен зарубежным приложениям? Как распознать инфаркт? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Российский научный фонд подвел итоги конкурсов на получение грантов по мероприятиям проведения инициативных исследований молодыми учеными и проведения исследований научными группами под руководством молодых ученых, а также конкурса продления проектов молодежных групп 2019 года, президентской программы исследовательских проектов. Конкурс инициативных проектов направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. На конкурс поступило более полутора тысяч заявок. Поддержку экспертного совета нашли 507 проектов, в том числе 13 от ученых Казанского университета. Каждый получит финансирование до 2 миллионов рублей в год. Десятки тысяч людей вышли на улицы города Нукус. Что стало основной причиной протестов на западе Узбекистана, разбираемся вместе с экспертом Казанского университета. 1 июля в Каракалпакстане начались протесты после того, как власти представили проект новой конституции. В ней предлагалось лишить регион суверенитета и право выйти из состава Узбекистана по референдуму. После протеста президент Узбекистана приехал в Нукус. На встрече с местными депутатами он предложил убрать предложение об автономии с проекта конституции. Власти Узбекистана приняли решение продлить обсуждение проекта поправок до 15 июля и сохранить автономию Каракалпакстана. Сейчас возник вопрос о том, что должна происходить ревизия действующей конституции Узбекистана. И вот в рамках этой ревизии вопрос об автономии Каракалпакстанской республики он был пересмотрен в сторону того, что вот этот пункт о широкой автономии, он, как говорится, из тех конституции, он был убран. И вот данный вопрос привел к выступлениям в данном регионе. Напомним, что проект поправок был опубликован 25 июня. Всего планируется внести 170 изменений в 64 статьи документа. Среди прочего предлагается увеличить срок полномочий президента с 5 до 7 лет и расширить его полномочия. Также предполагается, что в случае принятия поправок произойдет обнуление президентских сроков действующего главы страны Шавката Мерзиоева. Пока речь не идет о том, что какие-то серьезные, далекие ближайшие последствия. Сейчас вопрос поставлен крайне четко, крайне утилизованно. Это вопрос о том, что нужно сохранить те позиции автономии, которые имела Картал-Пактская республика в составе Узбекистана, а до этого в составе Узбекиста СССР и так далее. Эти исторические обоснованные моменты, связанные с автономией, должны быть сохранены. Эксперт утверждает, что нынешний кризис не представляет никакой угрозы для государственности Узбекистана. Ташкент обладает достаточными силовыми и экономическими ресурсами, чтобы купировать акции протеста. Шавкат Мерзиоев ввел чрезвычайное положение на территории республики с 3 июля по 2 августа. Предстоящий референдум по поправкам в основной закон пройдет осенью текущего года. Тагмина Мадатова, Елизавета Никитина, Универ Ньюс. Нынешняя экономическая и политическая ситуация в стране диктует новые правила. Правительство Российской Федерации распорядилось заменить зарубежные приложения российскими аналогами. Подробности в сюжете корреспондента Карины Саяховой. Российские чиновники начинают отказываться от использования зарубежных сервисов Zoom, WebEx и WhatsApp. Правительство Российской Федерации порекомендовало перейти на российские аналоги приложений. Это корпоративный мессенджер от ВКонтакте и TrueConf. С чем связан переход на российские приложения? С нынешней политической ситуацией или повышением спроса на домашние сервисы? По мнению разработчиков отечественных приложений, такие инициативы все же могут способствовать росту спроса на российские сервисы видеоконференц-связи. Однако отмечается, что список рекомендуемых продуктов должен быть гораздо шире. Спрос на российские аналоги зарубежных приложений повысился сразу же, когда вообще в принципе был разговор про импортозамещение, потому что если мы говорим про линейку отечественных продуктов, то она должна соответствовать тем задачам, которые решаются. А собственно говоря, задачи, которые решаются в организациях, они какими были, такими остались, и даже с каждым годом они усложняются. Поэтому спрос всегда есть. Мы знаем, что, например, в ряде организаций были внутренние распоряжения о переходе, например, с Google на Яндекс, браузеры или использовании определенных почт. Поэтому стоит понимать, что это поручение, оно несет в себе интегральные задачи. Отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам как в регионах, так и в федеральных органах власти 1 июня поручил вице-премьера Дмитрий Чернышенко. Ответственным назначена Минцифра, которая рекомендовала чиновникам перевести рабочую переписку в разработанный ВК-сервис для госслужащих. К слову, это не первая попытка власти принудить государственных служащих переходить на отечественные мессенджеры и средства видеоконференцсвязи. Летом 2021 года в госпрограмме создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий содержались рекомендации учителям школ и преподавателям вузов, согласно которым те должны были общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов. Полный отказ от зарубежных приложений связи, не только для чиновников, для простых граждан, я думаю, что невозможен. Единственное, наверное, если только какой-то из средств связи будет признано связанным с терроризмом или экстремизмом, как мы знаем, это произошло с одной из компаний, чьи соцсети у нас заблокированы. Даже в этом случае, как вы знаете, прокуратура давала разъяснение о том, что граждане не будут привлекаться к ответственности за использование тех социальных сетей. Сложившаяся ситуация пока неоднозначна, однако в процессе анализа назревает вопрос, не усугубится ли положение и не станет ли отказ от зарубежных сервисов обязательным не только для чиновников, но и для рядовых граждан страны. Остается ждать и надеяться, что россиянам в ближайшее время не придется менять свой привычный образ жизни на 180 градусов. В России от инфаркта каждый час умирает 7 человек. Эксперты среди симптомов острой формы заболевания выделяют сильную слабость, боли, потливость и учащение пульса. Он повышается до 100 ударов в минуту. Как спасти жизнь своим близким и куда обращаться за помощью, выясняла Маргарита Михайлова. В России ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 900 тысяч граждан. Несвоевременно оказанная медицинская помощь, отсутствие специалистов и необходимого оборудования. Все эти факторы могут стоить человеку жизни. В целях оказания квалифицированной медицинской помощи по всей стране развернули свою работу специальные кардиологические центры. Один из таких функционирует на базе медико-санитарной части КФУ. В состав сердечно-сосудистого кластера уни-клиники входит два кардиологических отделения. Отделение рентген-эндоваскулярных методов лечения, отделение сосудистой и кардиохирургии, а также кардиореанимация. Здесь осуществляется как экстренный прием пациентов с острым инфарктом миокарда и нестабильными стенокардиями, прединфарктными состояниями, так и плановое лечение и обследование пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хочу подчеркнуть, это единственная в республике федеральная медицинская организация. И мы оказываем медицинскую помощь жителям Российской Федерации, сохраняя помощь жителям, естественно, Татарстана, в том числе и неотложная экстренная помощь. Медико-санитарная часть КФУ в университетской клинике с образованием ее в 2017 году начала работать, проведена модернизация технического оснащения, создана операционная, современная для работы кардиохирургов. И еще позже включилась аритмологическая группа, то есть мы лечим еще все виды нарушения ритма, как терапевтическим, так и хирургическим путем. И таким образом мы замкнули цикл оказания помощи пациентам с сердечной патологией. Большая часть пациентов первого отделения кардиологии это пациенты с перенесенным острым инфарктом миокарда. Их, как правило, в Центр чрезкожных коронарных вмешательств доставляет бригада скорой помощи. Здесь пациенты уже ожидает целая команда высококлассных специалистов, кардиологи, реаниматологи, ангиохирурги. В кратчайшие сроки медики оказывают всю необходимую специализированную кардиологическую и рентген-эндоваскулярную медицинскую помощь, в том числе с применением технологий ангиопластики стентирования сосудов и коронарных артерий. Сегодня, допустим, они почувствовали себя хуже, не так, как вчера, не так, как утром. Дискомфорт, выраженную слабость, потливость. Не могут выполнить привычную нагрузку, допустим, встать и дойти до кухни. Вот в чем должна быть настороженность данной категории пациента. Сидеть, терпеть и ждать, конечно же, нельзя. И данная категория пациентов должна быть настороженной, родственникам в том числе, и обратиться незамедлительно за помощью. В качестве мер профилактики специалисты в первую очередь устраняют факторы риска. Объясняют пациентам правила прохождения лечения, дают рекомендации по изменению образа жизни. Для каждого пациента подбирается индивидуальная терапия. К процессу лечения, помимо сотрудников кардиологического отделения, подключаются и узкие специалисты. Этот фактор является одним из важнейших, поскольку сопутствующие заболевания могут повлиять на результаты терапии. Здесь очень много таких моментов, составляющих. Они направлены на изменение мышления пациента, с тем, чтобы он был нашим союзником в этой борьбе и мог, так сказать, сам желал и старался справиться со своим заболеванием и избежать какого-то тяжелого осложнения. На данный момент в Республике Татарстан функционирует 7 центров черезкожных коронарных вмешательств. 4 из них находятся в Казани. В их число входит и униклиника КФУ. Эти центры специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря современным методам лечения пациенты восстанавливаются здесь в кратчайшие сроки. Маргарита Михайлова, Никита Атиньшин, Универньюс. В главном здании Казанского федерального университета прошла защита детских проектов в рамках городского лагеря архитектурно-дизайнерской смены «Урбан-арт». В данном проекте приняли участие школьники от 7 до 15 лет. Особенностью нашего городского лагеря является то, что наставниками у ребят, у школьников являются преподаватели университета. Это говорит о том, что в легкой доступной форме нашим детям будут даны основы уже профессионального дизайна, профессиональной архитектуры. Это является ценностью нашей. Кроме того, группы мы набираем всегда малочисленные. Это обеспечивает именно персональный подход, индивидуальный подход к каждому ребенку. Ведь это важно в таком юном возрасте раскрывать свою индивидуальность и свои особенности. Ребята разработали свои проекты малой архитектурной формы или же проекты благоустройства. И сегодня они представят их не только в ручной графике, но и в компьютерной графике, что также им удалось попробовать за эту неделю. Казанский федеральный университет приглашает абитуриентов и их родителей принять участие в КФУ «Лайф». Встреча состоится в амфитеатре парка «Черное озеро» 5 июля в 18.00. Вход свободный. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok